здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горе со мной в студии наш гость адвокат илья вайсберг здравствуйте илья добрый день ну вот новость из суда по семейным вопросам там всегда рассматриваются такие интересные дела житейские как это принято говорить вот одно из них которое привлекло внимание не только юристов необычным решением судьи ну и вообще скажем так широкой общественности дело в том что судья вынося свой приговор по сути дела аннулировал брачный контракт который был заключен 30 лет назад признав его я даже процитирую подписанным в условиях принуждения и введения в заблуждение а также сравнил вернее сказал что все это дело напоминает ему покупку невест в восточной европе в начале прошлого века заходит достаточно образное выражение так что же там произошло о чем вообще идет речь на надо сказать самого начала что конечно вот мы сейчас с вами говорим этих судебных решениях это судебные решения даны семейным суда суду судом по семейным делам а уровень этих судов признаются как мировые суды то есть у нас система мировые окружные и верховный суд то есть это конечно не прецедентные решения но тем не менее решение которые показывают общий вектор направления и на сегодняшний день они при принципе как бы подтверждает существующие аллахот существующие указания верховных судов и значит как бы дух закона а вот данное дело которое вы рассказали оно заключалось вот в чем 30 лет назад была семья и значит вот у родителей был сын было два сына один значит и умный второй больной скажем так он действительно страдал очень большими заболеваниями он из-за того что он был больной он он был мукбаль то есть ограничен в своих вот значит мы в израиле он видимо никого не нашел и родители поехали нашли ему невесту за границей из очень бедной семьи из очень бедной страны из очень бедной семьи она прекрасно понимала куда она едет она прекрасно понимала кому она едет это было ее решение и тем не менее она приехала в израиль значит она приняла ги юр это не она не еврейка была и тем не менее они прожили таки 30 лет у них нечаянно двое совместных детей вот когда значит ее муж очень сильно заболел видимо у нее уже то что называется и гиу майма днафиш то есть вот как бы вот опустились руки будем ну скажем так все уже вот но она не смогла больше дальше это самое видимо большой любви там наверное действительно не было он трудно сейчас сказать дело не дело не в этом факт тот что они проживали с этим мужем со своим мужем в квартире которая была таки еще и записана даже не на него она его бабушку и они специально не переписывали эту квартиру они это его семья то есть его мама и его сестра они специально не переписывали квартиру на него значит и более того они подписали ее под договором с кем МАМОН, то есть экономический договор супругов, где четко сказано, что она не имеет никакого права, не будет иметь никакого права, и с проживанием, с временным проживанием, находясь в этой квартире, у нее не будет возникать никаких прав собственности на эту квартиру, только до тех пор, пока они живут вместе, она имеет право проживать в этой квартире. И более того, на тот момент тот договор был таки утвержден судом. Это очень важно. И вот прошло 30 лет, эта женщина немножко выросла, дети выросли, она, скажем так, стала одна, денешенька, с мужем своим она не может проживать, и она говорит, а что, я всю жизнь за ним ухаживала, я не смогла работать, я не смогла построить свою карьеру, я посвятила свою жизнь ему. Если бы вы взяли бы ему, говорит она матери и сестре, не жену, а просто домработницу какую-нибудь, или просто там сиделку, там няньку для своего сына, то я, то есть та домработница, то есть она в этой роли, она бы заработала миллионы бы и смогла бы себе обеспечить сейчас в старости. А так у нее ни пенсии, ничего нету, ни куда ей сейчас, на улицу, выгнать ее. А более того, мать и сестра, значит, это вот ее мужа, начали делать естественно ей вырванные годы, скажем так, если мы переведем ЦУРС. Да, создавать проблемы. Создавать проблемы это мягко, вот такие вырванные годы. И она вынуждена была обратиться в суд и попросить защиту у судьи. И, значит, адвокат, который представлял ее интересы, он, в общем-то, не ограничивался тем, что он просил отменить только договор. А мы ведь всегда адвокаты, вот семейные адвокаты, когда идем в суд, мы, как бы, называется, стреляем во все стороны. То есть он попросил признать договор недействительным, потому что он был составлен под обманом, введением в заблуждение, а также постольку, поскольку ей не обеспечили ее жизнь, так как постольку, поскольку у нее нет права даже на элементы себе. То есть она полностью, вот то, что называется, взяли как котенка и выкинули из дома. Такого не может быть, говорил ее адвокат, судье, в нашем цивилизованном, ну, в нашем государстве существующем, на сегодняшний день, в 21 веке. И таки судья принял эту позицию. Очень уважаемый судья Эрис Шани, я его лично знаю, я еще знал его, когда он был, до того, как он, как мы шутим, скатился до судейства, был нашим братом-адвокатом, у нас даже было несколько дел совместных. Серьезный человек, очень вдумчивый, очень, он любит свою работу, он действительно вот живет этим самым. Это очень важно для того, чтобы судья не просто так, знаете, как вот по закону сухо относился, он действительно, вот его можно убедить. У него есть то, что называется возможность для люфта, то есть вот для, скажем так, для полета фантазии. И адвокат, значит, у нас же состязательный процесс, он смог убить состязательный, то есть действительно в самом хорошем смысле слова, состязательный. То есть победит тот, кто докажет свой иск. И он свой иск доказал, он убедил судью, что данный договор 30 лет назад был подписан той женщиной, когда ее привезли в Израиль, она толком разговаривать на иврите не могла. Она до сих пор не умеет читать на иврите. Она же не училась ни в Ульпане, нигде. Это же не вы вот, да, приехали, вы взяли язык. Там люди сразу приехали, там Бекоши, там с трудом ее сделали, дали ей Георг, дали ей этого бедного мужа, и она ухаживала за ними, вот они жили так. То есть было понятно, что и сегодня, а и тогда уж точно вообще она не понимала. Спрашивается вопрос, а зачем тогда подписала договор дважды, то есть у адвоката в кабинете, а потом еще пришла в суд, подтвердила. Ну вот тут судья сказал, я знаю нашу действительность судебную, я сам был адвокатом, действительно 30 лет назад, не обижая никого, но тогда было немножко как-то проще относились к этому. 30 лет назад это какой год? Это примерно вот 90-е годы, да. Ну вот не было такой массовой альи. Да ведь все-таки вот наша 90-е годов массовая альи заставила судей понять, что люди подписывали документы, ну, во-первых, люди приехали из тех стран, когда и не было серьезной юридической базы, то есть не было серьезного юридической культуры у людей. А эта женщина тоже, она не из бывших стран СССР, она тоже из Восточной Европы приехала. Ну да, ну я так предполагаю, наверное, какой-нибудь там, неважно. 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 Но не... Понятно. Да. Какой у нас разговор. Вот. И вот он сказал, что действительно, наверное, то есть не то, что он сказал, а он сказал, я убедился, что при подписании договора был нарушен самый главный принцип «Свобода изъявления подписываемых сторон договора». И плюс, плюс факт того, что на сегодняшний день у нее ничего нету, и самое главное, всегда в семейных делах мы смотрим, кто слабая, кто сильная страна, в каком плане, в экономическом плане. Когда, допустим, идет раздел, вот, вот, Перука, Там и Шпахти, то есть разделение семейной ячейки, кто из них более мевусас, то есть... Ну, прочнее стоит на ногах. Да, 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 прочнее стоит на ногах. То есть должен быть какой-то вот так называемый подъемный, то есть должен быть что-то как-то, а в данном случае ей ничего не предлагали. Ее просто хотели вот выбросить, как это самое. И поэтому судья действительно вот пошел на такой, значит, принял такое решение, опротестовать договор, и у этой женщины появилось серьезное основание требовать даже права собственности на эту квартиру. Хорошо. То есть уже следующий этап будет. У меня только один вопрос. История действительно очень интересная, красивая, что называется, бразильский сериал. Индийский. Ну, да. Один только вопрос, который я, собственно говоря, подсмотрел на форумах, где обсуждалось это дело. Во-первых, этот договор, вы сами сказали, был утвержден не просто у адвоката подписан. Можно сказать, что адвокат не очень бдительно отнесся к тому, насколько она знает иврит, или был заинтересован, не хочу никого подозревать, но допустим. Но он был утвержден судом. Судья его, который должен был спросить, правильно ли она, понимает ли она суть этого договора и так далее. Может быть, он и спросил ее. А, может быть, он и спросил ее. Мой вопрос сейчас в другом. Дело не в том, насколько ошибся тот адвокат. Я не предлагаю искать того адвоката, чтобы его наказывать. Судью. Судью, прошу прощения. Судью, конечно. Тут возникает вопрос в том, что, да, хорошо, симпатии, что называется, общественности на ее стороне. Симпатии судьи в данном случае тоже оказались на ее стороне, а могли оказаться на его стороне. Симпатия на такое дело непредсказуемая. Совершенно верно. Вопрос заключается в чем? Да, это решение непрецедентное, как вы верно заметили. Но все равно оно ставит под некое, не то чтобы сомнение, но в принципе, оно немножко колеблит саму незыблемость договоренностей, которые утверждены судом. То есть каждый теперь, идя не просто к адвокату, а желая перестраховаться в суд, заключать договор и считая это его незыблемым, непоколебимым, что называется, на все времена, он теперь думает так. Пройдет 20 лет, и какой-нибудь судья взглянет на эту историю по-другому, и все. Для этого я вам скажу вот что. Самый главный принцип договоров, это действительно, на иврите это называется, чистые руки, копаем на Киев. То есть я ведь могу вас подписать, Миша, под договором. Легко. Ввести в заблуждение и убедить вас, что договор действительно равноправный. И даже привести вас в суд, и может быть, даже как-нибудь там, ну не запугать вас, не запугаешь, ну как-нибудь сказать, вот судья спросит, вы скажите да. Но всегда, когда суд рассматривает под лупой вот эти договора, всегда смотрит в момент подписания договоров, были ли стороны плюс-минус на одинаковых позициях. В данном деле, ну не нужно быть великим специалистом, юристом и судьей, для того, чтобы понимать, когда женщину привезли с абсолютно другого юридического поля, где не было вообще понятия частной собственности, в Израиле, где понятие частной собственности существует очень давно уже. И люди воспитаны с детства на этом. То есть, это вот нам приходилось в 90-е годы, когда мы приезжали. Мы, конечно, читали все это в «Капитале» у Маркса, что такое частная собственность, но только на своих, вот то, что называется, на своей крови, на своих нервах, на своем опыте, мы понимали, чем отличается частная собственность от, допустим, от права на аренду или там другие права там, да. То есть, вот, а ведь те, кто родился в семьях, которые слышали разговоры с детства, они по-другому это воспринимают. И когда подписываются договора, вот, допустим, если я подписываю договора, я никогда не хитрю. То есть, я действительно прямо прописываю в договоре, что у обеих сторон, если, допустим, я представляю только одну сторону, а вторая сторона ко мне пришла, что у второй стороны, и я понимаю, что она более слабая по отношению к моему клиенту, была возможность изучить договор заранее. И я это пишу. Причем я пишу на том языке, на котором будет понятно, значит, уже в второй стороне, да. И более того, у меня, значит, на сегодняшний день не проблема взять эту камеру, я всегда записываю договора, допустим, как я составляю завещание, как я составляю договора, чтобы потом никто не обвинил меня, что я, допустим, представлял сторону одного клиента, там, а не... Ну, понятно, чтобы спустя 30 лет не было такой истории. Да, 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 а для того, чтобы этого не было, я все это прописываю в договора, что у сторон было право ознакомиться с договорами, вот, мы, то есть, заранее. Не то, что они пришли и сказали, вот, подпиши галочку, здесь поставь и все. На понятном языке и так далее. На понятном языке. Более того, я всегда прописываю маленькую строчку прямо по-русски, хотя договор, допустим, составлен на иврите, чтобы действительно потом, если суди меня спрашивают, а что здесь написано, я говорю, это не для вас. Это потом, не дай бог, если кто-то будет утверждать обратное, вот, тогда вы к этому параграфу, значит, обернетесь. Вот, и на сегодняшний день действительно есть серьезный, он всегда был, Манганон, механизм, как бы, автаха, гарантий для того, чтобы договор устоял. Ведь не, я же всегда говорю, не проблема составить договор или не проблема составить завещание, проблема в том, чтобы он потом выстоял в этих вот атаках, атаках всевозможных. А вы же знаете, любое завещание или договор, если он чуть-чуть, чуть-чуть, как бы, вот, лихура, то есть, на первый взгляд, неравноценный, всегда его пытаются протестовать, да и, наверное, это правильно. Потому что, я еще раз говорю, система права в Израиле... Ну, проверяют на прочность. Застязатель, правильно, хорошее слово, на прочность. Илья, большое спасибо за все эти разъяснения, надеюсь, они кого-то, чему-то научат, а может быть, и послужат, скажем так, красным сигналом, чтобы быть более бдительным. На этом все, напомню, что со мной в студии был Илья Вайсберг, до свидания.